Почему ехать в Австралию сейчас не лучшая идея? Сколько Брэд Питт готов заплатить за просмотр Игры Престолов с Дейнерис Таргариен? И как выиграть в лотерею миллион долларов? Обо всем этом прямо сейчас. Американцы вывели на орбиту секретный спутник. Миссию государственной важности поручили космической компании Илона Маска SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 со спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида в 3 часа утра по Киеву. Через 8 минут многоразовая первая ступень носителя благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Какие именно функции выполняет спутник, не уточняется. В ноябре в американских СМИ сообщили, что Zuma якобы принадлежит национальному разведывательному управлению. Однако агентство эту информацию опровергло. Ад на земле. Австралийский Сидний буквально плавится от жары. Воздух там прогрелся до 48 градусов по Цельсию. Поэтому на местных пляжах аншлаг. Если австралийцы уже привыкли к таким погодным явлениям, то туристам явно не по себе. У мужчины из Франции случился сердечный приступ во время похода в горы. Техника тоже едва справляется. На некоторых предприятиях пропало электричество. А в нескольких районах не работают светофоры. Беда не приходит одна. Помимо перебоев в работе и задержки сотен рейсов из-за снежной бури в Нью-Йоркском аэропорту Джона Кеннеди, его ко всему еще и затопило. В четвертом терминале прорвало водопровод. Из-за этого все международные рейсы перестали обслуживать. Недовольным таким поворотом событий посоветовали обращаться в авиакомпании. Люди вне себя от негодования. Ведь некоторые находятся в аэропорту еще с четверга. Массовое шествие под венец. В китайском Харбине на международном фестивале льда и снега 34 пары связали свои судьбы на фоне гигантских копий известных мировых шедевров архитектуры. Невесты с красными букетами, а женихи все как один с алыми шарфами. Ведь красный традиционный цвет для китайских свадеб. Впервые массовое бракосочетание в рамках фестиваля провели в 2010 году. 120 тысяч долларов за просмотр «Игры престолов» самой Дейенерис Таргариен. Такую сумму готов был выложить Брэд Питт на благотворительном аукционе, но проиграл. Стартовая цена на лот, позволяющий посмотреть одну серию телесаги с Эмилией Кларк, актрисой, сыгравшей Дейенерис, составила 20 тысяч долларов. Питт предложил 80 тысяч, а затем сам же поднял ставку до 90 тысяч. Позже к лоту присоединился и сам король Севера Джон Сноу, актер Кит Харрингтон, и градус противостояния повысился. Но как только Питт решился отдать 120 тысяч, как его перебил неизвестный, предложив 160. Житель США выиграл в лотерею более 560 миллионов долларов. Счастливый билет американской лотереи Powerball был куплен в Нью-Гэмпшире. Имя победителя пока не разглашают. В тот же день по случайному совпадению еще один американец обеспечил себе безбедную жизнь. Билет, конкурирующий лотереей Мегамиллион, купленный во Флориде, принес счастливчику 460 миллионов долларов. Общая сумма джекпотов превысила миллиард. Это самый большой одновременный выигрыш в лотерею за всю историю. Продолжение следует...